Что касается нейротоксина, если это введение в одну область, например, коррекция нейротоксином области лба, межбровья и также желание последующей коррекции этих морщин филерами, то, конечно, сначала мы делаем нейротоксин, затем минимум через 2 недели. При работе нейротоксина в периорбитальной области гусиной лапы, правильные и другие проблемы в области верхнего и нижнего века, не забывайте, что круговая мышца глаза, она не вот здесь заканчивается, она перекрывает всю скуловую область. То есть это области, пересекающиеся, если делать скулу, например, вводить филер на накосничный, то это пересечение. Максимум, что мы можем сделать, чтобы это все произвести в одну процедуру, сначала ввести филер на накосничный, а затем уже в более поверхностные, естественно, слои в круговую мышцу глаза ввести нейротоксин. Мезобио желательно, конечно, 5-7 дней, чтобы избежать лишней отечности, опять же, воспалительных реакций. Что касается перманента, ну что у нас может соприкасаться? Бровь, да, где можем делать перманент и корректировать филерами бровь. И губы, конечно, в первую очередь. Сначала мы делаем перманент, затем после, опять же, отхождения корок, всегда коррекция, минимум месяц, да, и производим коррекцию.